Добрый день! Кубик 5х5 для тех, кто уже освоил стандартный кубик Рубика 3х3 и более сложный 4х4. Знания, полученные при сборке этих головоломок, пригодятся вам и здесь. В этом видео я расскажу, как собрать кубик 5х5, применяя те же алгоритмы, что вы использовали раньше. По аналогии с предыдущими головоломками, кубик 5х5 содержит три типа элементов. Также это углы, их 8 штук, они имеют три цвета. Также ребра, имеющие два цвета. Три реберных элемента вставляет одно стандартное ребро, которых в кубике 12, поэтому таких реберных элементов 36. И одноцветные элементы центра. На каждой грани таких элементов 9 штук, поэтому всего центров 54. Сборка кубика будет состоять всего лишь из трех этапов. На первом из которых мы соберем центральные элементы вместе, на каждой грани по 9 штук. На втором этапе мы соединим реберные элементы одного цвета. И при необходимости решим паритет. И на третьем этапе мы полностью соберем кубик, как 3х3. Центры в кубике 5х5 собираются так же, как в 4х4, но есть некоторые свои нюансы. В отличие от 4х4, центры здесь фиксированные. С одной стороны, это дает нам большое упрощение, поскольку не нужно следить за ориентацией центров, где они должны находиться. С другой стороны, нас это вынуждает всегда начинать сборку с центральной полоски. Это не обязательно, но на этапе для начинающих так будет делать удобнее. К примеру, видим мы вот белый центр. Возле него стоит один элемент. Простыми интуитивными движениями мы поставим к нему еще один. Получаем вот такую центральную полоску. Обычно с нее начинать удобнее. Теперь соберем остальные две полоски этого центра. Находим вот два элемента и вот еще один. Соединяем так, чтобы не разрушить то, что уже собрано. И ставим на одну грань. Собираем третью полоску. Смотрим. Вот один элемент. Вот еще два элемента. Поставим элементы рядом. Но следим, чтобы здесь не разрушалось. Видим, так у нас разрушилось. Поэтому отменим ход. Повернем так, чтобы здесь было свободно. И поставим. Добавим третий элемент. Вот полосочка. Но тут опять задвинулась. Повернем вот так. И вернем ту полоску. Соединяем все на одной грани. Дальше. Соберем противоположный центр. Желтый. Собирать можно с любого цвета. Но для удобства я покажу с белого и желтого. Видим. Два элемента уже стоят. Добавляем сюда третий. Поскольку теперь у нас уже всегда будет разрушаться белый центр. То как в 4х4 должны делать ходы с возвратом. Белый цел. Желтая полосочка собралась. Собираем. Расположив белый и желтый центр по бокам. Еще одну полоску. Видим. У нас случайно полосочка тут сама собралась. Помещаем желтую грань сверху. И устанавливаем эту полоску рядом с центральной. Поднимаем. Разворачиваем. Возвращаем. Все так же как в 4х4. Опять возвращаем белый и желтый по бокам. И собираем оставшуюся полоску. Видим. Один элемент. Еще один элемент. Вот так они стоят рядом. И ставим к ним третий. Это делается все интуитивно. Любыми способами. Помним. Для того чтобы поставить третью полоску сюда. Мы располагаем ее под уже существующей. Выбиваем. Разворачиваем верхнюю грань. И возвращаем. Тем самым у нас белая сторона цела. И желтый центр тоже собрался. После сборки двух центров. Белого и желтого. Соберем какой-нибудь еще. К примеру, синий. Так же как в 4х4 мы делали. Видим центральный элемент. Видим элемент, который может стоять рядом с ним. Видим еще один. И у нас получается центральная полоска. Удобнее всегда начинать с нее. Разворачиваем ее вот так вот вертикально. Белый и желтый центр у нас стоят по бокам, чтобы их не разрушить. Теперь мы можем спокойно собирать остальные полоски, делая вот такие движения. И у нас синяя полоска, центральная, останется цела. Видим здесь два элемента вместе. Им не хватает одного такого углового. Ставим рядышком. Разворачиваем вертикально. И совмещаем с центральной полоской. Ищем остальные элементы. Видим вот два элемента и вот один. Отводим этот вниз. Разворачиваем. Поднимаем. Полоска собирается. Совмещаем с синим центром. Синий центр собран. После него можем собирать либо красный, либо оранжевый, какой нравится. Давайте начнем с красного. Опять первым делом собираем центральную полоску. Здесь вот два элементика уже стоят. Подводим. Но поскольку у нас здесь уже синий есть, ходы нужно делать с возвратом. Отводим в сторонку и возвращаем. Центральная полоска есть. Собираем остальные. Видим. Собралась красная. Такое тоже часто случается. Двойным движением загоняем ее сюда и делаем возвратное движение. Видим здесь элемент и здесь элемент. Устанавливаем их в таком положении, чтобы при движении правой грани они совместились. Отводим в сторонку и делаем обратное движение. Все так же, как в 4х4, только чуть больше элементов. Мы видим, недостающий элемент находится вот здесь. Мы можем вывести его на соседнюю грань. Опять же, с возвратными движениями. И здесь уже собрать полоску. Смотрим. Так. Отводим в сторонку и возвращаем. Теперь, вот эту полоску надо установить сюда. Мы можем либо приподнять ее сюда. И уже отсюда установить ее на это место. Так же, как и желтый центр мы собирали. Либо, сразу, вот отсюда, можно установить ее наверх. Сделав двойное движение. Выбив тут полоску, которая стояла. Развернуть. И отменить двойное движение. Красный центр собран. Белый, синий, красный. Ну и желтый. Остается собрать всего два центра. Зеленый и оранжевый. Здесь будем делать все то же самое, что и до этого. Сначала соберем центральную полоску. Для этого поставим какой-либо элемент снизу, вот сюда. К примеру, вот этот. Поставим в удобное положение. Поднимем. Повернем. Вернем. Теперь смотрим. Центральная полоска есть. Надо собрать еще одну. Видим. Здесь вот по два. И здесь по два. Можно либо ее туда собрать, либо эту. Ну, к примеру, соберем вот эту. Горизонтально она стоит уже удобно. Опустим вот этот угловой центр вниз. Повернем. И отменим вход. Теперь вот эта полоска пойдет куда-нибудь сюда. Дальше нам самое важное. Вот такой вот средний элемент установить вот сюда. Если вместе с ним будет еще угловой, это хорошо. Если нет, то не страшно. Представляем, что это целая полоска. И сгоняем ее наверх. И получается вот такая ситуация, которая интуитивно решается не всегда легко. Поэтому здесь я рекомендую использовать алгоритм из кубика 3 на 3. Вот из такого положения. В кубике 3 на 3 есть такой ОЛЛ-алгоритм, который называется рыбка. Ситуация выглядит вот так. Сам алгоритм делается следующим образом. Р, У, Р штрих, У, Р, У2, Р штрих. Для тех, кто не знает этого алгоритма, я немножко поясню. Мы как бы начинаем делать пиф-паф первые 3 движения. Но 4 вместо того, чтобы сделать против часовой верхнюю грань, мы делаем 5 по часовой. Дальше правую грань, двойной оборот и в обратную сторону. Такой легкий алгоритм. Как это будет выглядеть на кубике 5 на 5? Мы располагаем неправильно стоящие центры возле одного угла. Правый, верхний, передний угол. И делаем рыбку. Но вместо движения правой грани, мы делаем движение правой грани вместе с одной внутренней. Получаем. Поднимаем. Крыша по часовой. Возвращаем. Крыша по часовой. Поднимаем. Двойной оборот. Возвращаем. Таким образом, этот алгоритм позволяет нам исправить ситуацию, когда неправильно стоят вот эти два центра. В случае, когда у вас в конце получилось, что нужно два элемента переставить, просто этот алгоритм делаем два раза. Сначала исправим вот эти элементы, сделав рыбку. И останется два вот этих. Не забываем, что их нужно подвести вот в такое положение. Отсюда делаем опять же рыбку. Ну, вместо движения правой грани, делаем движение двумя гранями. Если в конце у вас получилась вот такая ситуация, где нужно переставить всего один элемент, но он не угловой, а средний, мы можем либо перейти к ситуации предыдущей, то есть установить вот этот средний элемент на верхнюю грань. Для этого выбьем целую полоску. И у нас сверху получится два угловых и снизу два угловых, которые мы поменяем при помощи рыбок. Либо можно использовать отдельный алгоритм, который выглядит следующим образом. РВ, Уштрих, Мштрих, У, РВштрих, Уштрих, М. Покажу еще раз. Неправильно стоящие элементы нужно расположить справа. Справа здесь и справа здесь. Делаем РВ, Уштрих, вот эту целую полоску, выталкиваем движением Мштрих. Поворачиваем У, возвращаем РВштрих. У нас получается целая полоска. Поворачиваем вертикально Уштрих, движением М возвращаем на место. Но вместо движения Мштрих и М, можно делать 3РВ, РВштрих. Это будет как Мштрих. Либо 3РВштрих, РВ. Это будет как будто М. Запоминайте алгоритм в том виде, в каком вам удобно. Еще пару советов. К примеру, у вас уже собраны 2 полоски сверху, и вы хотите собрать третью. Если здесь уже 2 элемента стоят вместе, 3РВштрих сверху, то когда вы соединяете все 3 элемента вместе, не нужно делать вот так и возвращать. Это, конечно, сделать можно, и потом поставить элемент наверх. Но гораздо интереснее. Опуская вот этот элемент, собирая здесь полосочку, развернуть эту полоску вот так. Тогда обратным движением вы сразу поставите полоску на место. То есть снизу 2 элемента, сверху 1. Опускаем, захватываем элемент и возвращаем. Аналогично, если у нас 2 элемента стоят снизу, и этот снизу. Опускаем, поворачиваем, возвращаем. И зеркальные ситуации. Опускаем, поворачиваем, возвращаем. И если снизу, опускаем, поворачиваем, возвращаем. Если ситуация вот такая, что в одно движение у вас не совпадают вот эти элементы, то проще, как обычно, вот этот блок поставить наверх. И потом уже при помощи рыбки, установив эти элементы вот так, собрать центры до конца. Еще один интересный момент. Две полоски собраны. И на второй грани три разрозненных вот таких элемента. Можно, конечно, вот этот элемент один загнать наверх. И получить одну из известных ситуаций. Но гораздо интереснее повернуть их вот таким образом. Два снизу, один сверху. Или наоборот. Выдвинуть средний слой. Развернуть переднюю грань. И вернуть. И мы сразу получаем полоску. Которую просто загоняем наверх. Выдвигаем средний слой. Разворачиваем те элементы, которые здесь. И возвращаем. Ставим полоску на место. Не трудно догадаться, что вот в такой ситуации вместо двух рыбок можно сделать немножко быстрее. Ну, устанавливаем два вот этих элемента под одним вот этим. Спускаем серединку вниз. У нас получается как раз в предыдущий случай. Разворачиваем их в таком положении. Собираем из них полоску. И возвращаем полоску на место. Можно делать либо две рыбки, либо вот так. Как вам больше нравится. Этот алгоритм не обязателен. Но, возможно, кому-то он покажется полезным. То есть, чисто интуитивно. Мы выбиваем вот эти два. Получаем ситуацию. Дальше. Выводим. Разворачиваем. Возвращаем. Ну и ставим на место. Все центры собраны. Достаточно интуитивный этап. С которым вы вполне могли бы справиться самостоятельно. Опираясь только на знание кубика 4х4. Сборку ребер мы будем выполнять при помощи метода под названием фрисвайс. Что означает свободный сдвиг. Изначально ориентация кубика совершенно не важна. То есть, можно не обращать внимания на центры, какие у нас сверху, снизу, справа, слева. Обращаем внимание на ребра. Каждый ребро состоит из трех элементов. К примеру, вот оранжево-синий элемент. И рядом с ним должны стоять тоже оранжево-синие элементы. Целью этого этапа, как раз, будет поставить три одинаковых элемента вместе. Смотрим. Вот оранжево-синий. И вот оранжево-синий. Нам нужно установить их рядом. Для того, чтобы установить этот элемент рядом с этим, сначала должны посмотреть на цвета, которыми они обращены к нам. Оранжевый-оранжевый. Цвета одинаковые. Если цвета одинаковые, то поднимаем правую грань. Верхнюю грань против часовой. И опускаем правую грань. Вот у нас первый элемент. Вот второй. Теперь, если мы их сдвинем вот так, то они встанут на одно ребро. Осталось найти третий элемент. Ищем на верхней грани. Вот он находится. Опять обращаем внимание на цвета. Здесь синий, здесь оранжевый. Цвета разные. Если цвета разные, мы делаем один из двух алгоритмов. Первый. Отодвигаем в сторону. Приподнимаем переднюю грань. Задвигаем обратно. Возвращаем обратно. И мы получаем элемент здесь. Его теперь можно поставить рядом со своими друзьями. Возможно, кому-то будет удобнее другой вариант. Если цвета разные, можно опустить фронтальную грань. Опустить правую грань. Поднять фронтальную. Поднять правую. И мы получим то же самое. Ставим вместе. Теперь у нас одно ребро собрано. Его нужно отправить куда-нибудь наверх. Как это сделать? Просто поднимаем ту грань, где находится ребро. Верхнюю грань отводим в сторонку. И опускаем. Это можно делать как слева, так и справа. Где вам удобнее. Видим, что вот здесь два бело-красных ребра уже стоят вместе. На них стоит обращать внимание, поскольку собирать меньше. Чтобы опустить эти элементы вниз, мы делаем так же. Поднимаем либо левую, либо правую грань. Заводим туда эти ребра. И опускаем. То есть, как ставили наверх, так и опускаем вниз. Ищем теперь третье бело-красное ребро. Сначала ищем сверху. Сверху нет. Переворачиваем куб на 180 градусов. Ищем здесь. Вот оно. Для удобства располагаем слева наши уже собранные ребра. Это ребро перед нами. Смотрим. Цвета одинаковые. Если цвета одинаковые, поднимаем, заводим сюда, возвращаем. Соединяем вместе. Собранные ребра отправляем наверх. Не важно, что мы уже переворачивали кубик. Если здесь есть несобранные ребра, мы просто меняем собранные на несобранные. И ищем дальше. Видим, что у нас есть белое-синее ребро. К примеру. Смотрим, есть ли здесь еще такое. Такого больше нет. Переворачиваем. Находим. Вот оно. Размещаем наше первое слева для удобства. Это не обязательно, но просто поначалу так будет удобнее. Одно ребро. Второе ребро. Цвета одинаковые. Поднимаем. Заводим. Опускаем. Два вместе. Ищем еще одно бело-синее. Вот оно. Видим, цвета разные. Отводим в сторонку. Поднимаем переднюю грань. Заводим сюда. Опускаем. Соединяем. Три вместе. Почему нельзя поднять собранное ребро наверх просто вот так? Просто в этом случае у нас нарушатся центры. И при дальнейших движениях мы их совсем размешаем. А этого нам не нужно. Поэтому, если нам нужно что-то отправить наверх или что-то спустить. вниз, нужно использовать только те алгоритмы, которые я показал. Ну, либо им аналогичные, но не нарушающие положение центров. То есть, отправляем бело-синее ребро, собранное, наверх. Вместо него забираем вот это. Любое несобранное. Но я замечаю, что вот здесь есть два ребра, которые сами собрались. Располагаем их слева. И находим третье. Цвета одинаковые. Поднимаем. Заводим. Опускаем. Соединяем. Три ребра вместе. Ребро собрано. Нужно отправить его наверх. Посмотрим, на какое мы будем его менять. Можем поменять либо на это, либо на это. Какое нам нравится. Но, видя, что вот здесь вот есть зелено-красный элемент, здесь тоже есть зелено-красный элемент, мы можем поменять именно на это ребро, чтобы у нас уже два элемента были вместе. Смотрим, вот они два зелено-красных. Теперь вместе находятся. Ищем третий зелено-красный элемент. Сверху нет. Но мы замечаем, что он вот здесь. Мы видим, что при обычном вот таком движении он встает нехорошо. То есть, он расположен здесь не той стороной. И ему бы находиться лучше здесь. То есть, нужно вот это ребро развернуть. А для этого в кубике 4х4 мы использовали комбинацию флип. Я напомню, как она делается. R, U, R' F, R' F', R. И вот это ребро появилось здесь. Ну, теперь собранное ребро отправляем наверх. Смотрим, есть ли что-то здесь интересное сверху. Да, зелено-желтое, зелено-желтое. Мы видим, что здесь вот цвета разные. Поэтому лучше вот это ребро загнать наверх следующим образом. Отводим нужную нам в сторонку. Поднимаем фронтальную грань. Заменяем. Да, вот на нужную нам. И возвращаем. Теперь можем соединить два вот этих элемента. Смотрим. Сверху больше зелено-желтых нет. Ищем дальше. По бокам тоже нет. Переворачиваем. И вот он, зелено-желтый элемент. Если, к примеру, у вас случилось так, что при повороте вот это ребро расположилось справа. И тут вот цвета одинаковые, то есть удобная ситуация. Вы можете просто сделать тот же самый алгоритм зеркально. То есть приподнять, сюда завести и опустить. Вот ребро соберется справа. Со временем вы такие ситуации будете распознавать автоматически. Смотрим, есть ли что сверху интересное. Здесь много белых и зеленых. Но они вот стоят нехорошо. Но заодно разберемся, как с ними работать. Поменяем на них. Любым способом. И смотрим. Вот это ребро с этим хорошо становится вместе. А вот это вместе не встанет. Нужно его развернуть. Переменяем опять комбинацию флип. R, U, R' F, R' F', R. Он теперь стоит как надо. Поэтому просто соединяем. Отправляем наверх. Смотрим. Опять вот. Зелено-оранжевое, зелено-оранжевое. Цвета разные. Поэтому лучше отвести в сторону и загнать через фронт. Теперь два этих можно сопоставить рядом. Смотрим. Здесь сверху все ребра собрались. Проверяем с другой стороны. Видим. Вот здесь еще одно есть. Не собранное. Три остальных собраны. Видим зелено-оранжевое. У нас оказались вправо. Здесь вот цвета одинаковые. Делаем зеркальную форму. Поднимаем. Вставляем. Опускаем. И получаем три ребра. Заменяем на последние оставшиеся несобранные. И теперь восстанавливаем центры. Неважно в каком положении они были. Если вы все делали правильно, то центры восстановятся. Если центры на этом этапе не восстановились, значит где-то вы ошиблись. Вам придется собрать их заново. Последние четыре ребра собираются немножко по-особенному. Сейчас я постараюсь показать все ситуации, которые здесь возможны. К примеру, у нас получилось, что два элемента одинаковых находятся здесь. И один здесь. Их нужно собрать вместе. Сверху у нас четыре собранных ребра. Снизу тоже четыре собранных. Что делать в этой ситуации? Если у нас здесь цвета одинаковые, то мы выдвигаем вот это место сюда. И переворачиваем вот это ребро. Таким образом у нас желто-синий станет сюда. То есть делаем флип. R U R' F R' F R Желто-синий элемент развернулся. И мы возвращаем его на место. Получаем собранное ребро. Возможна ситуация, когда вот такой блок у нас находится снизу, а не сверху, как в предыдущем случае. А вот этот элемент здесь. Опять, если цвета одинаковые, мы выдвигаем место, где должен стоять вот этот элемент. Вот так. Делаем флип. И возвращаем. Опять ребро собирается. В случае, если у нас есть вот такой блочок, третий элемент здесь, но цвета разные, необходимо этот элемент сначала развернуть, чтобы цвета были одинаковые. Для этого опять же делаем флип. Дальше уже знакомый алгоритм. Выдвигаем место, где он должен стоять. Разворачиваем ребро при помощи флипа. И возвращаем. Рассмотрим ситуацию, когда у нас блок есть, но он разрозненный. То есть они по цветам не совпадают, хотя имеют одинаковый набор цветов. Что делать в этом случае? Если вот этот элемент, третий, совпадает с цветом не со средним, а с крайним элементом, то делаем следующее. Блочок располагается снизу. Если бы он был одинаковый, мы бы выдвинули вот так, сделали ли флип и вернули бы на место. Но, если блок разрозненный, мы вместе с этим слоем сдвигаем еще средний слой. Таким образом, чтобы центральный элемент перешел сюда. Здесь делаем флип. И возвращаем. Еще раз. Разрозненный блок снизу. Вот этот элемент совпадает по цвету вот с этим. Именно крайний должен совпадать по цвету с крайним. Средний здесь не важно. Если блок разрозненный, мы сдвигаем слой вместе с центральным элементом, делаем флип и возвращаем все на место. Аналогично мы поступаем, если такой разрозненный блок находится сверху. Проверяем совпадение вот этих цветов. Все нормально. Сдвигаем нижний слой вместе с центральным. Делаем флип. И возвращаем. Ребро собирается. В случае, если вот этот элемент, не совпадая по цвету вот с этим, мы его опять же сначала развернем. Сделаем флип. Он теперь совпадает. Дальше уже делаем известный алгоритм. Сдвигаем. Флип. Возвращаем. В случае, если ни на одном из четырех ребер нет ни одного блочка, то есть ни целого, ни разрозненного, мы просто берем и собираем ближайшие элементы вместе. К примеру, видим вот бело-оранжевый средний элемент и бело-оранжевый крайний элемент. Предположим, что это целый блок. И нам нужно поставить вот этот элемент вот сюда. Мы бы сделали вот так, флип и обратно. Если у нас блок не целый, то ничего не меняется. Если нам нужно установить вот этот элемент вот сюда, мы так же и поступим. Выдвинем верхнюю часть, сделаем флип и вернем. Блочок собрался. Теперь к нему нужно найти какой-нибудь элемент. В случае, если вы получили блочок любым способом желто-красный, а на соседнем ребре такого нет. Ищите его дальше. Где он? Вот он, желто-красный. Но он далеко. У нас не получается сделать алгоритм. Мы можем просто двойным движением вот этой грани поставить их рядышком. И после этого уже делать алгоритм. Таким образом мы собираем все ребра до тех пор, пока они собираются. Если в конце у вас получилось что-то незнакомое, вот остались два ребра и нет ни одного блока. Что мы делаем? Ну, представляем, что блок есть. К примеру, хотим мы вот этот элемент переставить вот сюда. Что для этого нужно сделать? Нужно место, куда мы хотим поставить, выдвинуть, сделать флип и вернуть на место. И получаем уже какую-то знакомую ситуацию с блоком. Видим здесь блок. Здесь отдельный элемент сверху. Цвета одинаковые. Блок не разрозненный. Выдвигаем вниз. Делаем флип. И возвращаем на место. Кубик 5х5 это нечетная головоломка, поэтому он лишен паритетов на этапе 3х3. Но один сюрприз у него все же есть. Это вот такая вот ситуация. Когда все ребра, кроме одного, собраны и вот это уже никаким способом простым не решается. В этом случае нужно использовать формулу паритета из 4х4. Эта ситуация на кубике 5х5 равносильно вот такой ситуации на кубике 4х4. И решается тем же алгоритмом за одним маленьким нюансом. Вспомним, как делался алгоритм на кубике 4х4. Право, вверх два раза, опрокидываем куб. Право два раза, право два раза, право вниз, вверх два раза, лево вниз, два раза, право вниз, вверх два раза, право вверх, право вниз, право вниз. Всем знакомый алгоритм, если вы умеете собирать 4х4. Как же мы его будем применять в кубике 5х5? Нужно взять неправильное ребро вот так вот, горизонтально перед собой. И начинаем делать те же самые движения, что и в кубике 4х4. Право, двумя слоями вверх. Вверх, двойной оборот. Опрокидываем кубик. Опять, два правых слоя поднимаем вверх и делаем двойной оборот верхней грани. еще раз. Право вниз. Каждый раз вверх крутим два раза. Слева два слоя вниз. Теперь в кубике 4х4 мы делали два слоя вниз. Но в кубике 5х5 мы сделаем три. И это единственное отличие. Дальше продолжаем так же. Два слоя вверх, два слоя вниз. Два слоя вниз. И все ребра собраны. На всякий случай повторю еще раз. Право, вверх два раза. Опрокидываем. Право, вверх два раза. Право, вверх два раза. Право на себя, вверх два раза. Лево на себя, вверх два раза. Тремя слоями на себя, вверх два раза. И продолжаем как в 4х4. И все, ребро собирается. Интересна еще вот такая вот ситуация, когда у нас как бы паритетное ребро и второе паритетное ребро. Как бы их два. Можно, конечно, взять кубик вот так и довольно выполнить формулу паритета. Но есть решение и попроще. Ставим эти два неправильных ребра рядом. Выдвигаем вот так вот средний слой. Так называем движение Е. В данном случае это будет Е'. Делаем флип. И возвращаем движение Е. Ребра собираются. Еще раз. Два разрозненных ребра. Ставим рядом. Выдвигаем средний слой. Делаем флип. И возвращаем обратно. Все ребра собраны. Других алгоритмов в методе для начинающих вам не потребуется. На третьем этапе мы теперь собираем кубик 5х5 как 3х3. Здесь следует отметить, что теперь вот эти 9 элементов представляет один центр. И вот эти три элемента одно ребро. Угол остается прежним. Собираем 3х3 любым методом, каким вы владеете. Поначалу крест. Желательно, конечно, правильный. Дальше собираете углы и ребра. Либо методом для начинающих, либо при помощи F2L. Любые методы здесь подойдут. Таким владеете, таким и собираете. Собираем два слоя. Делаем OLL. Паритетов больше нет. То есть, все сложные ситуации, они остались на ребрах. В этом особенность нечетных больших кубов и их некоторые преимущества. Поэтому их многие любят гораздо больше. На этом сборка кубика 5х5 завершается. Те методы, которые были показаны в этом видео, помогут вам и при сборке более крупных головоломок. Таких как 6х6, 7х7, 8х8 и так далее. То есть, принципы сборки одни и те же. Увеличивается лишь количество элементов и время сборки. Тренируйтесь и все у вас получится. Всем спасибо. Всем пока.